В Владивостоке по программе «Тысяча дворов» благоустроено более 600 дворов. В этом году ремонт запланирован на 115 дворовых территориях. В данный момент он завершен или близится к финалу более чем по 80 адресам. Работа близится к завершению. Конечно, погода внесла свои коррективы, то есть дожди несколько затянули процесс работ. На ряде дворов часть работ сделаны, то есть где-то, допустим, есть детская площадка, где-то вот они ждут также асфальта. В большинстве дворов рабочие меняют асфальт. Также в нескольких дворах обновляют старые конструкции детских и спортивных площадок на современные. Так на Аллилуева-10 установили новую контейнерную площадку, сделали асфальтирование и капремонт детской площадки, чему очень рады местные жители. Горку поставили, сделали качельки нам, лавочек поставили. Тут у нас бабушки любят сидеть, тоже с внуками гуляют, детей много гуляют. Детям нравится, они вот с нее не вылазят. У нас тоже у меня трое деток, двое младших, они как бы постоянно сюда бегут. Да, очень сделали хорошо, асфальт положили новый, машину уже можно куда-то поставить, площадку сделали детскую хорошую, детям очень нравится. Изначально в списке этого года было 105 адресов, однако благодаря экономии, возникающей при производстве работ, в перечень удалось включить новые дворы. По словам местных жителей Тухачевского-40, они в течение трех лет подавали документы на участие в программе «Тысяча дворов». И, наконец-то, у них все получилось. Благодаря этому удалось сделать детскую площадку, а также заасфальтировать и расширить двор. Дети у нас теперь здесь просто ватагами, самокаты, велосипеды. В общем-то, очень удобно, очень хорошо и все красиво. Сейчас шикарный асфальт, прям супер, нравится деткам. Все катаются на самокатах, на велосипедах, приходят в соседних дворов, катаются. То есть, большая благодарность нашему мэру, нашему депутату, ну и, конечно же, подрядчикам. Мы в восторге, мы счастливы. Для участия в краевой программе «Тысяча дворов» жители домов обращаются в муниципалитет с заявкой. В Владивостоке заявки формируют управляющие компании ТСЖ и ЖСК. В состав комплекта документов входит решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме о благоустройстве территории. Все заявки принимают Управление содержания жилищного фонда мэрии. Они же консультируют по всем вопросам. Возможность участвовать в жизни своего населенного пункта есть у каждого приморца. Сейчас для этого в крае созданы все условия. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.